друзья добрый день на связи максим петров я рад приветствовать вас на канале макс капитал на котором мы развиваем инвесторское мышление говорим о формировании инвестиционных портфелей и сегодня видео посвящено тому что у нас получил большой отклик подписчиков тема связанная с составлением личного финансового плана то как мы движемся сейчас со златой непосредственно в плане формирование инвестиционного портфеля на одном из последних видео мы смотрели на составление личного финансового плана где говорили о том что влияет на достижение личных финансовых целей это три основных показателя что у нас происходит с доходами что у нас происходит с расходами и мы можем расти в плане своего капитала по наверное двум основным направлениям первое направление оно связано с тем что вы находитесь в поиске наиболее доходных инвестиций которые приносят более высокую норму прибыли, и тогда мы быстрее достигаем наших финансовых целей. Второе направление – это работать над увеличением активного дохода. И когда мы говорим об увеличении активного дохода, то у многих людей возникает вопрос, а как его увеличить? Я живу в деревне, я имею зарплату 30 тысяч рублей, и что бы я ни делал, чем бы я ни занимался, то ни в коем случае я не смогу зарабатывать в два раза больше. Значит, давайте на самом деле сегодня поговорим именно на эту тему. То есть она, наверное, не столько касается вопросов инвестиционной составляющей, она больше касается вопросов увеличения доходов. Я думаю, мы будем ввести отдельный плейлист, в котором мы будем, в принципе, говорить о развитии мышления. Здесь я не то, что учу вас, как нужно жить, не то, что я развенчаю какие-то мифы, я просто буду делиться своими наработками, связанными с тем, что в свое время очень сильно поспособствовало моему росту. То есть тому, что мой активный доход, я сейчас не говорю про инвестиционную составляющую, я говорю именно про активный доход, то есть что лично мне позволило по-другому относиться к тому, что я делаю, как я делаю, с тем, чтобы у меня активный доход непосредственно увеличился. Поэтому досматривайте данное видео до конца. Я думаю, что мы здесь добавим немножко интерактивности с тем, чтобы вы могли это делать вместе со мной. Немножко порисуем, попишем, чтобы вещи, которые я говорю, для вас в первую очередь преодолевали вот эти пороги сознания. То есть чтобы вы не футболили это, а со мной вместе делали определенные упражнения. И в принципе вы поняли, что это вполне достижимо. Итак, прежде чем приступить, я настоятельно рекомендую всем прочитать книжку, если вы задумываетесь о том, каким образом увеличивать свой активный доход, то прочитайте книгу Дэна Кеннеди «Жесткий тайм-менеджмент». В свое время, скажу честно, на меня это очень сильно повлияло. Повлияло в плане того, что по-другому начинаешь относиться к своему собственному времени, и происходит некая такая декомпозиция, связанная с тем, что ты понимаешь, сколько у тебя должно стоить минуты времени. У нас, в принципе, на канале уже есть такие видео, но давайте мы сейчас запишем в том ключе, как некий такой практикум, абсолютно бесплатный. Вам достаточно быть подписанным на наш канал, чтобы получать новые видео. Я думаю, что мы эти видео будем непосредственно публиковать и говорить об активном доходе. Итак, допустим, давайте мы представим, что не будем говорить о каких-то высоких зарплатах, как люди, которые живут в Москве, там 100 тысяч, 200 тысяч. То есть возьмем условно, вот вы там закончили институт, ВУЗ или учитесь еще, и у вас есть работа с зарплатой 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей – это ваша собственная зарплата, которую вы имеете в настоящий момент. Родители, возможно, вам еще помогают. То есть, ну вообще, мы очень сильно там приземляемся на землю, не говорим о каких-то больших цифрах. Берем то, чтобы нам было непосредственно понятно. Каким образом можно, если у нас стоит задача удвоения дохода? То есть мы хотим через год зарабатывать не 30 тысяч рублей, а через год мы хотим зарабатывать 60 тысяч рублей. Каким образом можно зарабатывать в два раза больше? То есть первое – это работать в два раза больше. Что значит работать в два раза больше? Допустим, у вас 8-часовой рабочий день, за который вам работодатель платит 30 тысяч рублей. Вы начинаете работать не 8 часов, вы начинаете работать 16 часов. То есть в этом случае мы начинаем в количестве, то есть 30 тысяч рублей – это у нас 8 рабочих часов в день. То есть чтобы выйти на доход 60 тысяч рублей, у нас должно быть 16 рабочих часов. Так, да? То есть это первый вариант. Второе – мы можем посчитать, да? То есть взять там 30 и разделить на 8 часов, то есть сколько часов мы непосредственно работаем, получить стоимость одного нашего рабочего часа. Получаем, что один час у нас стоит 3750 рублей. И чтобы зарабатывать больше в том же самом количестве часов, мы их просто умножаем на 2. Второй вариант – что мы можем сделать для того, чтобы увеличить доход? Мы можем увеличить в два раза стоимость нашего часа. Соответственно, с 3750 до 7500 рублей. И что мы в этом случае понимаем? То есть где у нас идет удвоение? Удвоение у нас идет здесь. Когда мы работаем в два раза больше, то же самую работу, те же самые функциональные обязанности, все то же самое, но в два раза больше. Второй вариант – мы расширяем должностные обязанности, мы берем на себя какую-то дополнительную ответственность и достигаем удвоение дохода за счет того, что стоимость нашего часа становится больше. В принципе, других вариантов не дано. То есть или вы пашете больше, или вы, соответственно, масштабируетесь, то есть делаете более дорогим один ваш час. Резюме. Если у нас стоит задача удвоение активного дохода, то у нас есть всего два пути. Вариант номер один – это количество времени, которое мы работаем больше. Второй вариант – мы делаем, чтобы нам за один час платили больше денег. Ну, то есть в два раза больше денег. И тогда у нас возникает вопрос, а за что, в принципе, работодатель, или если вы работаете в собственном бизнесе, то есть, в принципе, если мы говорим о том, а что же нам позволяет увеличить стоимость одного часа? То есть что влияет на то, что стоимость нашего часа времени становится больше? В принципе, здесь вы можете поставить на паузу, как вариант, и подумать, и написать комментарии. Ну, то есть просто честно поставить на паузу и написать в комментарии, что позволяет увеличить в два раза стоимость нашего часа. Если вы не хотите ставить на паузу, не хотите самостоятельно решать данную задачу, то, в принципе, я могу дать вам готовое решение. И заключается оно в том, что вы должны создавать больше ценности за единицу времени. То есть почему я много говорю про развитие? Почему для меня сейчас является ключевым приоритетом в развитии богатства семьи? Это развитие знаний, навыков, умений моих детей. Потому что когда у вас есть знания, навыки, умения, когда вы не останавливаетесь на месте, когда вы постоянно развиваетесь, то ваш мозг в этом случае позволяет вам генерировать больше потребительской ценности за единицу времени. То есть если мы понимаем, что деньги – это средство платежа, и деньги посредственно на что-то обмениваются, или на результат работы, или на время работы, или же на денежные средства, которые вы продаете, то в этом случае вы должны понимать, что основой всего являются те знания, навыки, умения, которыми вы обладаете, которыми вы владеете. И здесь можно учиться, повышать квалификацию, брать на себя больше ответственности, понимать, за что конкретно вам платит работодатель, и какую ценность вы создаете для работодателя, работая на определенной работе. И таким образом вы придете к пониманию того, куда нужно приложить свои силы, куда нужно пойти учиться. Опять же, когда я говорю об учебе и развитии знаний, навыков, умений, здесь не обязательно сразу идти в какие-то образовательные учреждения, или участвовать в каких-либо тренингах. Сейчас очень много литературы, в которой, в принципе, изложено определенные знания, навыки, умения. То есть я, опять-таки, в самом начале данного видео заявил про книжку Дэна Кеннеди «Жесткий тайм-менеджмент». То есть почему это важно? Это вот первое, некий такой большой блок, над которым стоит подумать, который стоит осознать, и который стоит и принять. Второй блок, о котором нужно иметь в виду, который нужно знать, это очень важные законы, очень важные принципы. Принцип Паретта, тоже неоднократно про него было сказано, что такое принцип Паретта. Суть его заключается в том, что вы делаете 100% усилий, чтобы условно заработать за год 1 миллион рублей. Давайте, чтобы проще было считать. Принцип Паретта – это 20 на 80. 20% усилий дает 80% результатов. Еще раз, из 100% вещей, 100% действий, которые вы совершаете для того, чтобы заработать 1 миллион рублей, 20% дают 80% результатов. 80% от 1 миллиона – это 800 тысяч. Только 20% действий, которые вы совершаете для того, чтобы заработать 1 миллион рублей, дает вам финансовый результат – 800 тысяч рублей. Применяем принцип Паретта к принципу Паретта. То есть мы берем 20% от 20%. Это у нас получается 4%. Пятая часть. И берем 80% от 80% от 800 тысяч. Это получается 640 тысяч рублей. То есть всего лишь 4% действий, которые вы совершаете для того, чтобы заработать 1 миллион рублей, приносит вам 640 тысяч рублей. Ну, я говорю сейчас по итогам года. И принцип Паретта в кубе. То есть это у нас получается пятая часть от 4% – это получается 0,8%. Дают 80% результата от 640 тысяч. Получается 520 тысяч рублей. Что важно в этом понимании? То есть мы вот приходим к цифре золотой миллиард, золотой миллион, 1% сверхбогатых людей, которым принадлежат 50% мировых богатств, 1% СИЗОВ, которые делают 50% выручки, 1% преступников, которые совершают 50% преступлений и правонарушений, 1% соседей, которые создают половину шума в многоквартирном доме. То есть если вы просто сейчас подумаете и живете в многоквартирном доме, вы действительно сможете сказать, что шум фактически создает только лишь менее 1% людей. Половина шума, который происходит в доме, влияет вот на 1% людей. Если это так, действительно, ребята, напишите комментарий в видео, подтвердите, что это имеет место быть. Мы, соответственно, будем двигаться дальше. То есть что теперь вам делать со всей этой информацией, которую вы получили? То есть это вопрос того, что все красиво на цифрах, это то, что, ну, Максим, ты можешь говорить все что угодно непосредственно, но, тем не менее, у меня это не работает. Давайте будем двигаться дальше, давайте непосредственно это разберем. То есть, резюме по принципу Паретта. Что здесь важно понимать и осознавать? Что только менее 1% действий, которые вы совершаете, то есть вот они еще раз, менее 1% действий, которые вы совершаете для того, чтобы заработать миллион, приносит вам половину денег. И суть в том, что нужно просто усилиться вот в этом направлении. То есть понять, что же это за некий такой процент действий, который вы для этого совершаете. То есть это задача совершенно другого порядка. Абсолютно другого порядка. И здесь возникает вопрос, а что же такое нужно сделать? Что же конкретно я такого совершаю для того, чтобы удвоить доход? Чтобы удвоить доход, что нам нужно сделать? Ну, то есть мы из миллиона хотим сделать 2 миллиона. При этом 1% действий позволяет нам заработать 520 тысяч рублей, то есть половина дохода. Что нам здесь нужно? Ну, просто вот здесь вот сделать X3. И давайте мы перейдем к следующему шагу, что нужно сделать для того, чтобы сделать X3, чтобы понять, что же это за действия, которые можно назвать, то есть действия, создающие деньги. Как их найти? Что это за действия? Как их выявить? Какие лайфхаки для этого нужно использовать? И каким образом вы можете понять это для себя лично? Итак, давайте перейдем к следующему этапу. Возвращаемся к нашей истории, связанной с тем, что у нас сейчас зарплата 30 тысяч рублей. Мы хотим 60 тысяч рублей. 60 тысяч рублей. Получаем, что у нас итоговый доход по итогам года должен составить 720 тысяч. Исходя из этого, то есть мы должны понимать, что мы в следующие 12 месяцев должны в круг заработать 720 тысяч рублей. Следующий шаг, который нужно совершить, заключается в том, что мы должны понять, сколько у нас должен стоить один час эффективного времени. Что для этого необходимо сделать? То есть шаг номер один это 720 тысяч рублей разделить на 11 месяцев. Почему 11 месяцев, а не 12? Потому что, ну, как бы отдыхать нужно. И в этом случае мы говорим о том, что мы делим на 11 месяцев, получаем 65 454 рубля. То есть сколько мы должны зарабатывать в месяц. После этого 65 с половиной тысяч мы делим на 22 рабочих дня в месяц. Получаем, что в день мы должны зарабатывать 2975 рублей. Это следующий шаг. То есть мы понимаем, сколько в день мы непосредственно должны зарабатывать. Когда мы это посчитали, то сумму в 2975 рублей мы делим на количество рабочих часов 8 рабочих часов. Это получается 372 рубля должен стоить 1 час рабочего времени для человека, который хочет зарабатывать 60 тысяч рублей. И после того, как мы поняли, что 372 рубля, здесь очень важная оговорка. То есть еще раз, ребят, повторюсь, это не моя концепция, это не я так умный. Я говорю то, что мне в свое время помогло очень активно вырасти в активном доходе. Еще раз, более подробная концепция изложена в книге, которую я непосредственно назвал. То есть жесткий тайм-менеджмент Дэна Кеннеди. И он там делает очень важную оговорку, связанную с тем, что когда вы доходите до вот этого этапа и понимаете, сколько вас должен стоить 1 час, вы должны понимать, что все 8 часов вы не имеете 100% продуктивности. То есть вы не работаете на 100%, потому что проводились исследования, связанные с тем, что если вы находитесь в неком продуктивном состоянии, то есть совершаете действия, создающие деньги, то любой звонок, любое отвлечение, любое переключение внимания приводит к тому, что для того, чтобы вам снова вернуться в продуктивное состояние, помимо времени, которое вы потратите на телефонный звонок, вам потребуется 15-20 минут для того, чтобы снова попасть в некое такое продуктивное состояние. Если вы отвлеклись на какое-нибудь уведомление, что кто-то лайкнул ваше фото в Инстаграме, посмотрели, кто же лайкнули, если вы там отвлеклись на какое-нибудь сообщение в WhatsApp рекламное, если вы отвлеклись на какой-то звонок, где вам предложили очередную кредитную карту, вы должны понимать, что минимум 20-30 минут из эффективного времени вы потеряли. И поэтому Дэн Кеннеди в этом случае предлагает еще вот эту цифру стоимости одного часа. То есть вы реально продуктивно работаете только 3 часа в день. 3 часа из 8. Остальное это, соответственно, перерывы, отвлечения, фокусировка очередная. И поэтому здесь мы понимаем, что тогда мы реально работаем не 8 часов, а мы работаем 3 часа. То есть мы 372 умножаем на 3, получаем 1115 рублей. И 1115 рублей делим на 60 минут. То есть получаем стоимость 1 минуты нашего времени. И в данном случае у нас получается 1 минута 18,6 рубля. Все. На самом деле, ребята, вот одна простая вот эта математическая формула, алгоритм, который рассчитан, то есть цифру вы можете поставить абсолютно любые, свои собственные. То есть кто-то амбициозный хочет зарабатывать 500 тысяч, кто-то хочет миллион зарабатывать в месяц через год. То есть амбиции я сейчас не рассматриваю, и я вам показываю некий алгоритм. Что это позволяет сделать? Если вы понимаете, что каждый звонок отбирает у вас 20 минут эффективного времени, вы можете 18 рублей 60 копеек умножить на 20, ну, количество минут. Получаем 372 рубля. То есть если вы понимаете, что какой-то незнакомый номер телефона, вы поговорили, отвлеклись, перестали совершать действия, связанные с зарабатыванием денег, то в этом случае вам этот звонок обошелся в 372 рубля. Если пришло какое-то СМС, на которое нужно ответить, каждый СМС это 372 рубля. Честно, ребята, рассказываю свою собственную практику, что когда я посчитал, сколько лично у меня должны быть результаты, сколько стоит минута моего собственного времени, то вопрос, допустим, связанный с тем, что брать няню или не брать няню у меня не стоял, когда появился там третий ребенок. Потому что детей было много, то есть это отвлекало лично меня от действий, производящих денег. Я понимал, что я должен помогать супруге, и в этом случае вопрос брать няню или не брать няню он не стоял. Я понимал, что если я занимаюсь вот такими вот вещами, то это нужно менять. Я начал активно использовать помощника, то есть когда какие-то ответы на вопросы, ответы на телефонные звонки, я просто передал это абсолютно другому человеку. Я согласен был платить заработную плату, там, я не знаю, 50 тысяч рублей, потому что я понимал, что если мне поступает как минимум 10 звонков в течение дня, различные, это может, причем быть запросы на консультацию, это может быть работа, связанная с тем, что отработка уже заключенного контракта, какие-то уточнения непосредственно вносятся. Я понимал, что каждый звонок для меня обходится очень дорого. И в этом случае, то есть я попросил, вплоть до того, что ни мама, ни папа, никто не мог для меня непосредственно дозвониться, они всегда попадали на моего помощника. В моей жизни такая практика была. Я действительно могу говорить, что это положительно влияет, ну как положительно влияет, то есть друзья обижаются, родители обижаются, но если мы действительно понимаем, что во главу угла стоит, вам действительно хочется увеличить свой активный доход. Конечно же мы не говорим про то, что это 60 тысяч рублей, то есть когда это были амбициозные цели, я хотел выйти на доход в 1-1,5 миллиона рублей в месяц активного дохода. И в этом случае, получается, я использовал такие методики для того, чтобы непосредственно на эти выйти и сформировать такого размера активный доход непосредственно для себя. В принципе, друзья, у меня на этом все. Резюмируя данное видео, что я могу сказать, что действительно вопрос увеличить, удвоить доход, он не то, что не стоит, это вполне реально сделать. Сделать вы это можете за счет двух составляющих, или работать больше, или увеличить стоимость 1 минуты своего рабочего времени. Увеличение стоимости минуты времени, опять-таки, происходит за счет того, что вы создаете больше потребительской ценности, то есть вы можете прийти к работодателю и сказать, я готов работать в то же самое время, но готов взять на себя какие-то дополнительные ответственности, дополнительные функции, И поэтому я готов это делать три месяца бесплатно. Давайте посмотрим на наш финансовый результат, который получаете, на эффективность, которую я непосредственно обладаю. И если это так, то будет принято решение о повышении моей заработной платы. И такие, кстати, вещи я тоже в своей жизни делал, когда вел переговоры о повышении заработной платы своей. Опять сначала отдай ценность, сначала покажи, что ты действительно с этим справляешься, а потом уже четко, аргументированно настаивай на том, чтобы увеличить свой активный доход. И третий элемент это понимание принципа Паретто, то есть 1% действий для того, чтобы заработать какую-то сумму X, позволяет вам получить доходность 0,5X. Если вы это понимаете и осознаете, нужно выявить вот эти вот ключевые моменты. Чтобы выявить эти ключевые моменты, сделайте то упражнение, решение, которое у нас было в данном видео. И после этого, если у вас возникнут вопросы, обязательно оставьте комментарии, и мы будем двигаться дальше в рамках этого отдельного проекта у нас на канале. Чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео подобного формата, обязательно подпишитесь на канал, щелкните колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. У меня же на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok